Последний бункер Скверная перспектива Подумал Виктор Одежда промокнет И пару дней придется ее сушить Он постоял немного в проеме Созерцая покалеченные радиации деревья И шагнул под дождь Теплая вода тут же устремилась за шиворот Но на подобные мелочи Курбатов давно перестал обращать внимание Только вспомнил о хороших добротных плащах Которые накануне видел в лавке торговца Он отошел от бункера метров на двадцать и остановился Хищники никогда не подбирались к убежищу слишком близко Но это не означало, что тварям сюда путь был заказан Вокруг гниющий лес Разросшийся камыш и осока Лучшего места для засады не сыскать Виктор снял с плеча старенький ока Передернул затвор Не было на свете человека Который бы не боялся голодных тварей Перспектива быть сожранным заживо Внушала ужас даже ветеранам Паршиво без напарника Подумал Курбатов Жаль Акима Пропал старик Как будто и не было следопыта Дождь глухо шлепал по земле Булькал в черных лужах Нет, здесь никого Виктор повесил автомат на плечо Заливаемая рыжими потоками воды Виднялась глубокая промоина Из которой торчала стрела строительного крана Виктор обошел котлован стороной Поежился Мутная вода всегда внушала страх А теперь, когда он остался один Любая оплошность могла стоить жизнь Откуда-то из глубин города Вырвалось гулкое эхо Рокот, который не затихал Несколько минут Должно быть, здание рухнуло Виктор остановился Прищурив глаза Посмотрел на перегородивший дорогу автобус Ему снова показалось Что он увидел промелькнувшую тень За последнее время Хищники стали активнее Они выходили на дороги Подбирались к убежищам Нападали на группы разведчиков Чего никогда не случалось раньше Все в этом мире меняется Только мы застряли как вид Который не способен эволюционировать Аким частенько нарушал устав За что так же часто получал взыскания от начальства Доводилось, уходил в рейд Никого не предупредив Даже напарника Но из рейда он всегда возвращался целым и невредимым На этот раз получилось иначе Вот уже с неделю Как о старике ничего не было слышно Если бы не беспокойство самого Виктора Об Акиме никто и не вспомнил бы Глупый, упрямый осел Процедил Виктор По городу и впятером болтаться опасно В одиночку и подавно Старик все время носился с идеей Отыскать последний бункер В котором по слухам хранился Стратегический запас продовольствия И медикаментов Он и Виктору прожужжал своими росказнями Все уши Но в существование нетронутой кормушки в убежище Никто не верил Зато Аким постоянно совал всем под нос Какие-то замызганные военные карты Планы подземелий, купленные у торговцев И записки сумасшедших диггеров Конечно, было бы неплохо отыскать легендарный склад Подумал Виктор Но после катастрофы прошло столько лет А его так и не нашли Он остановился, чтобы сделать привал Достал из рюкзака флягу с водой И помятую бумажку Которую ему оставил Аким На бумажке рукой старика Была нарисована схема городского квартала Хурбатов знал этот район И частенько наведывался туда С ветеранами-следопытами Чтобы помародерствовать в брошенных магазинах Из таких рейдов, как правило, возвращались не все Больно гнусное место Прошептал Виктор Настоящее болото Все водой залито На схеме было несколько крестиков Которыми старик пометил какие-то важные для него точки Последний бункер может быть где угодно Хлебнув из фляги, подумал Виктор Но в этом месте я бы даже не искал Но именно туда Курбатов и направился Акима нужно было разыскать во что бы то ни стало Ведь старик столько для него сделал Он передал бесценный опыт Протащил без отбора в отряд следопытов Делился дополнительным пайком Когда в убежище не хватало продуктов К полудню Виктор вошел в город Здесь все выглядело по-другому Любая щель, любой провал или остов автомобиля Мог служить укрытием для злобного хищника А в брошенные дома с бесконечными лабиринтами помещений Не стоило даже суваться Хорошо бы управиться до темноты Подумал он Иначе придется лезть на дерево Выходить в темноту из убежища Не рискнул бы даже опытный охотник Ночь – время жутких тварей Самых коварных и беспощадных Виктор запрыгнул на кабину грузовика И осмотрелся по сторонам Почерневшие от плесени высотки Покосившиеся электрические столбы Ржавые автобусы Все вызывало уныние и отвращение А ведь я помню этот город иным Промелькнуло в голове Но все это было в прошлой жизни Через пару часов он добрался до первой точки Которую Аким отметил жирным крестиком Здесь, среди домов Должен был располагаться вход В коммуникационный коллектор Лезть под землю, конечно, не хотелось Но ради Акима Виктор решил рискнуть Вот ведь непоседливый старик Улыбнулся он Ему бы в теплом кубрике дрыхнуть Да в потолок поплевывать А он за приключениями отправился Среди деревьев Курбатов нашел водопроводный колодец Крышка которого оказалась сдвинута Узнаю у старика Всегда оставляют какие-нибудь подсказки О том, что Аким все-таки здесь был Говорила и оставленная на внутренней поверхности крышки Белая точка Старик всегда таскал в рюкзаке баллончики с краской Виктор посмотрел вниз И зябко поежился Внизу поблескивала вода И копошилась какая-то рыжая мелюзга Тараканы Прошептал следопыт Опять потом одежду придется перетрехивать Он спрыгнул в вязкую вонючую грязь И сняв автомат с предохранителя Огляделся Судя по всему В подземельях нечисти водилось не меньше, чем на поверхности земли Но ветераны-охотники по подвалам не болтались Потому ничего и не рассказывали Жаль Виктор сморщился И с сомнением погасился на каракуле Акима Мне бы не помешали хоть какие-нибудь сведения О местных обитателях Стрелки, нарисованные стариком Указывали на запад Виктор включил фонарь И осторожно двинулся по тоннелю Кое-где на бетонных сводах Он находил белые метки И это обнадеживало Значит, старик шел тем же маршрутом То, что Аким пропал Еще не означает, что его нет в живых Подумал Курбатов Он мог повредить ногу Или упасть в какую-нибудь шахту Темнота Дурные запахи И подозрительные звуки Обострили чувства И Виктор не мог отделаться от ощущения Что за ним кто-то следит Это ощущение не пугало Наоборот, подстегивало И вызывало охотничий азарт Виктор всегда рассчитывал Только на собственные силы И держал на готове Парочку аргументов Для особо рьяных любителей человечины Пусть только подползут Мигом требуху выпущу Через какое-то время Он вышел к участку Где тоннель раздваивался И нужно было выбирать Он постоял немного у развилки Осмотрел стены и потолок Но подсказку нашел под ногами В мутной зеленой жиже Лежал пустой баллончик из-под краски Который и указывал направление Здесь было сухо Да и предназначение тоннеля Говорило само за себя Ржавую металлическую дверь Он обнаружил случайно Если бы не крыса Которая прошмыгнула под ногами Виктор наверняка прошел бы мимо Высокие своды Металлические ребра жесткости И уходящий в непроглядную темень Широкий коридор Виктор посмотрел на хронометр И с беспокойством огляделся Уже более часа он блуждал по подземельям И это сказывалось на настроении Плохо, когда один Подумал он Надо было кого-нибудь в напарники взять Судя по всему До катастрофы здесь располагалось Бомбоубежище Под ногами валялись Полусгнившие матрацы Кроватные рамы И другой Уже никому не нужный хлам У стены стояли Огромные Покрытые мхами И плесенью ящики Не люблю такие места Прошептал Виктор Всегда существует шанс Нарваться на какую-нибудь сволочь В темноте что-то зашуршало И Курбатов рефрикторно вскинул автомат Только без резких движений Рявкнул он Мигом нашпигую свинцом Звякнули какие-то железки Приглушенно зашуршал гравий Виктор повел фонарем И тут же выхватил из темноты Какую-то странную долговязовую фигуру Мутанты и другая нечисть Давно не вызывали никаких эмоций Но этот был особенным Тощее, облаченное в лохмотье тело Вытянутый череп Белый, лишенный зрачков глаза Он стоял в нескольких шагах от Виктора И пожирал пойманную крысу Подними клещи, чтобы я видел Крикнул Виктор Иначе застрелю До слуха донеслось Ображающее рычание Существо пригнулось к земле И жадно потянуло носом Оно чувствовало человека И воспринимало его как лакомый кусок Который нужно просто сожрать Значит, Слав, ты не понимаешь Проговорил Курбатов Поговорим по-другому Его палец скользнул по спусковому крючку Но нажать не успел Мерзкая тварь стремительно метнулась в его сторону Если бы не природная изворотливость Тут бы ему и пришел конец Виктор оскочил к стене И, размахнувшись, саданул мутанта прикладом по хребту В этот удар он вложил всю свою силу И, вероятно, столь решительный отпор Вызвал у нападавшего страх Тварь пронзительно заверещала И, громыхая ящиками Убралась прочь Черт! Фыркнул Виктор Как же он меня напугал Он постоял немного у стены Потом подобрал с пола фонарь И осмотрелся по сторонам Наверняка этот гад прячется где-то недалеко Подумал он Только бы не гнездо Если здесь обжилась стая выродков Мне точно не отбиться Тишину нарушала возня крыс Докапающая со сводов вода конденсата Судьба Акима теперь вырисовывалась в мрачных тонах Но следопыт хотел убедиться в своих подозрениях наверняка Выждав несколько минут Он осторожно двинулся дальше Виктор хорошо понимал, что его жизнь полностью зависит от хладнокровия и сноровки Ведь злобная тварь могла вернуться Он прошел метров десять Когда в свете фонаря заметил проход в другое помещение Металлическая дверь, срезанная автогеном, валялась на земле Тут же обнаружились стреляные гильзы и остатки армейской амуниции Это был большой, укрепленный железными балками зал Куполообразный свод говорил о высокой прочности сооружения А разбросанное повсюду оборудование Об особом статусе размещенного здесь объекта Скорее всего, командный центр Подумал Виктор Жаль, мародеры здесь уже побывали И вдруг до слуха донесся тихий, едва различимый стон Курбатов напрягся и, подсвечивая фонарем, медленно пошел на звук Он был потрясен и раздавлен В дальнем углу зала, словно туши животных Висели обглоданные человеческие трупы Среди смрадных останков он обнаружил и Акима Старик был жив, но его состояние ужасало «Господи!» – прошептал Виктор «Кто же тебя так разделал?» Аким висел на крюке Обескровленный, бледный, как сама смерть С оторванными по колено ногами «Держись, старина!» Подавляя тошноту, проговорил Виктор «Я тебя отсюда вытащу!» «Уходи!» Аким приоткрыл глаза И тупо уставился на напарника «Они скоро вернутся, и тогда тебе крышка!» «Кто они? Эти безглазые уроды?» Виктор вытащил из-за пояса нож и срезал веревку, на которой держался крюк «Брось меня к черту!» Стиснув зубы от боли, процедил Аким «Со мной тебе не уйти!» «Это мы еще посмотрим!» Брачно отозвался Виктор «У меня для сволочей припасен сюрприз!» «Вот только надо решить, как им его оставить!» Он вынул из кармана гранату и продемонстрировал ее старику «Я гляжу, твари уже о тебе позаботились!» Виктор сделал старику обезболивающий укол и выдавил улыбку «Неплохо заштопали!» «Сначала укоротили, а потом остановили кровь!» Процедил Аким «Брази!» «Лучше бы сразу убили!» Задача была не из легких И Виктор понимал, что в случае нападения Напарника придется бросить Но только если нападут Он взвалил старика на плечи Сунул ему в руку фонарь И двинулся к выходу Виктор сидел в кресле и думал «Им повезло!» На обратном пути повстречалась только парочка крыс Да гнездо тараканов Акима прооперировали Но врач обнадеживать не стал «Можешь, конечно, пройти Но зачем беспокоить старика?» Сказал медик «Просто чудо, что он протянул так долго!» Да еще с такими ранами Виктор пренебрежительно махнул рукой И, отворив скрипучую дверь Вошел в крохотный бокс «Спасибо, что не бросил» Заметив посетителя, сказал Аким «Но кому я теперь такой нужен?» «Даже ходить сам не могу» Выглядел старик неважно Изможденный, бледный Покрытый темными пятнами «Выродки оторвали мне ноги, чтобы не убежал» Добавил Аким «Пока ты не заявился в Змеюшник Я был для них жиротвой» Он мрачно сверкнул глазами И порывисто отвернулся к стене Обида, боль, отчаяние Все смешалось в этом импульсивном жесте Но Курбатова меньше всего заботили эмоции старого следопыта «Ты его нашел?» Выдержав паузу, спросил он «Это чертов бункер» «Лучше бы я туда не совался» Пробурчал Аким «Я его нашел, но эта кормушка слишком хорошо охраняется» «Значит, последний бункер существует» Виктор покачал головой и мечтательно улыбнулся «Я знал, что это правда» Старик поднял руку и показал на свою драную куртку, висевшую на гвозде «Возьми, там в кармане лежит» Виктор подошел к вешалке Залез в карман и вытащил банку тушенки «Наверняка в подвалах этого добра на целый город» Заметил старик «Думаю, там до сих пор работают холодильные установки» «Так что жратва наисвежайшая» «Медикаменты, оружие, снаряга» Виктор облизал губы и с жадностью посмотрел на банку «Может, ребят подключить и зачистить в подвалах все к чертовой бабушке» «Ничего не выйдет» Сморщился Аким «Эти хупыри там просто кишит» «Если навалимся артелью, ни одна сволочь не уползет» «Я не заглядывал в кормушку» Прошептал старик «Я только порылся в рюкзаке, который оставил у входа кто-то из ребят» «Хочешь сказать, что собственными глазами хранилище не видел» «Я об этом и толкую» «Но рюкзак был набит консервами и лекарствами» «В любом случае, надо попытаться» «Виктор хмуро покатился на старика» «Разве приз не стоит того, чтобы рискнуть» «Вот твой приз» «Кивнув на банку, процедил Аким» «Бери тушанку и вали отсюда» «А про бункер забудь» «Легко сказать, забудь» «Подумал Виктор» «Такие богатства лежат на полках, а мы тут каждый сухарь считаем» «Он повертел жестянку в руках, поболтал содержимое» «Нет, старик, тебе досталось на орехи, потому что ты не знал, с каким врагом столкнешься» «А я знаю, и в одиночку выжгу это поганое гнездо» «На подготовку ушло не больше часа» «Курбатов переоделся в сухую одежду, нацепил легкий бронежилет, почистил оружие» «На банку тушенки выменял у интенданта патронов» «Рассказывать кому-либо об открытии Акима он не стал» «Захотелось сначала удостовериться, что внизу действительно нетронутая кормушка» «А если повезет, так и вовсе рассказывать нет резона» «Подумал Виктор» «Всегда есть возможность поторговаться и выбить себе место в штабе» Никого не предупредив, он незаметно покинул убежище и, размышляя об открывающихся перспективах, направился в город Виктор понимал, что его могут ждать но в интеллект звероподобных мутантов не верил потому и рассчитывал на огневое преимущество своего старенького ока «За одно и поквитаюсь» «Подумал он, спустившись в колодец» «Теперь Акиму в рейды не ходить» «Бедный старик» «Прислушиваясь к звукам, он без приключений добрался до командного центра» «Но тут сработало природное чутье» «И Виктор решил на некоторое время затаиться» «Уж слишком было тихо» «Не думаю, что белоглазые уроды кого-то боятся» «Скорее всего спят или разбежались в поисках добычи» «В засаде Курбатов просидел не больше получаса» «Когда до слуха донеслись звуки шагов» «Виктор щелкнул предохранителем и напрягся» «Поблизости звякнуло железо» «Загрохотали деревянные ящики» «Прямо под ногами метнулась здоровущая крыса» «Белоглазый мутант выпрыгнул из-за ящиков» «И бросился было за грызуном» «Но на его пути встал Виктор» «Он с отвращением отметил мертвенную бледность кожи» «Жуткие язвы» «Пустоту в безжизненных глазах» «Оттого и не раздумывал» «Полоснув короткой очередью, Виктор отпрыгнул в сторону» «И выставив автомат, замер» «Но предосторожность оказалась излишней» «Тварь рухнула на бетон, даже не осознав, что произошло» «Наверное, больной» «Или отщепенец, которому не нашлось места в колонии соплеменников» «Курбатов подошел к мертвецу и презрительно хмыкнул» «Легкая добыча», «Подумал он» «Похоже, этот выродок ни черта не видел и полностью полагался на слух» «Виктор немного подождал, потом сделал пару шагов и только тогда заметил, что за ним наблюдают» «Еще один белоглазый урод сидел на ящике и тупо поглядывал в его сторону» «Если бы не тихое, едва различимое урчание, Виктор подумал бы, что мутант тоже окочурился» «Ну и глупые вы ребята» «Нажимая на спуск, прошептал он» «Ждете, пока вас замочат» «Хватило единственной пули, чтобы слепое создание испустило дух» «Тварь безмолвно распласталась на полу, рефлекторно вздрогнула и застыла в странной и нелепой позе» «Все это не могло не вызывать подозрений» «Но Курбатов решил, что поведение слепых созданий оправдано условиями обитания» «Темнота и отсутствие естественных врагов делает их пассивными» «Подумал он» «К тому же эти твари тупы» «Удерживая палец на спуске, он добрался до угла, в котором по-прежнему висели высушенные останки неудачливых следопытов» «Не повезло вам, ребята» «Прошептал Курбатов» «Вместо вас жрать консервы будут другие парни» «Короткими перебежками он добрался до металлической двери и ногой вышиб ее в пустоту» «Судя по всему, именно в этом тоннеле Аким нашел рюкзак» «Потянуло холодом и мазутом» «Из темного подземелья с воем вырвался поток зловонного воздуха» «Неужели это и есть последний бункер?» «Подумал Виктор» «Километры хранилищ, набитые жратвой и другим полезным барахлом» «От жадности защемило сердце» «Вспомнились мечты о должности при штабе» «Пайки по высшему разряду» «Спокойная жизнь в безопасности» «Курбатов вошел в тоннель и подсвечивая фонарем огляделся» «Здесь и в самом деле стояли стеллажи» «Но кроме пустых коробок до ржавого железа на полках ничего не было» «Скорее всего склад предназначался для повседневных нужд» «Предположил Виктор» «Основной где-то рядом» «Он услышал рычание и попятился» «Несколько тварей стояли в сторонке и, задрав головы, тянули носами» «Ждать, пока мутанты набросятся, Курбатов не стал» «Виктор задумчиво отстегнул рожок и посмотрел на три оставшихся в магазине патрона» «Погано» «На худой конец есть граната, но...» «За собой Курбатов оставил два десятка мертвецов» «Твари постоянно лезли на свет, но никакой активности не проявляли» «Он убивал их одного за другим, и при этом не было никакого смысла» «Ведь они даже не нападали» «Теперь он стоял посреди огромного зала» «А впереди, на бетонном крошеве, лежал набитый консервами рюкзак» «Но радости находка не вызывала» «Похоже, я несколько переоценил свои возможности» «Подумал Виктор» «Да и патронов не хватит, чтобы добраться до конца этого проклятого тоннеля» «В это мгновение он и услышал шаги» «С разных сторон» «Так, словно его визита долго ждали» «Луч фонаря выхватил могучую фигуру человекообразного создания» «И Курбатов все понял» «Эти особи совершенно не походили на тех, что встретились ему на пути» «Настоящие хищники, проницательные, огромные и мускулистые» «Он чувствовал боль, но она была задавлена каким-то ядом, проникшим в организм вместе с укусом» «Его сковало оцепенение, не хотелось двигаться и даже думать» «Он, конечно, мог шевелиться, но не чувствовал в этом потребности» «Попался как дилетант», — подумал он «Надо было слушать старика» «Виктор разлепил веки и покосился на отрубленные по колени ноги» «Крой все еще капало, но заштопали его неплохо» «Курбатов болезненно сморщился и выдавил улыбку» «У Акима не так аккуратно, а у меня стежки ровные, как у хорошего портного» «Дискомфорт ощущался только под правой лопаткой, но этому было простое объяснение» «Огромный ржавый крюк, на который его нанизали белоглазые черти» «Все подчинено выживанию», — подумал Курбатов «Слабаки — расходный материал, их узел охотиться на крыс и служить мишенями» «А выжики выходят в последний момент, когда нужно поставить жирную точку, им и достаются лакомые куски» Виктор вспомнил про рюкзак, набитый консервами, и улыбнулся «Неплохая приманка для тех, кто верит в последний бункер», — подумал он «Теперь повышения мне точно не видать» «Город老師» « merkym twist» «Т improc日 динамок для тех, кто верит в вставка, он прятал кpering, которые Tov�� моего дням